Вы знаете, признаюсь честно, такого как большого ажиотажа на эту тему вообще здесь в Америке нет. Это журналисты сами раздувают эту тематику, особенно в русскоязычном сегменте. А здесь в американоязычном сегменте, если бы не задавали бы, например, вопрос Кирби, он даже на эту тему не отвечал бы. Не задавали бы там вопрос пресс-секретарю Белого дома, она также на эту тему не отвечала бы. А это уже не первый раз, когда американцы прям так и говорят, уже отфутболивают, так сказать, простым языком говорить, что мы не поддерживаем, мы не одобряем, но и не осуждаем. А что они могут это сказать? То есть именно здесь идет конкретно информационная война, и когда с Кремля говорят о том, что они ждут осуждения, это просто тоже игра очередная. Они понимают прекрасно, никто осуждать это не будет, потому что как можно осуждать сегодня Украину, например, когда она целый день под бомбежками находится, и Киев можно бомбить, а значит что-то другое на территории России бомбить нельзя. То есть это нонсенс получается. Я не думаю, что кто-то из серьезных политиков на Западе вообще на эту тему будет говорить. Поэтому эта тема здесь не обсуждается. На солидном экспертном уровне, я имею в виду из первых лиц, в принципе, да те, которые вовлечены в эту войну, она не обсуждается. Я могу свое личное мнение сказать. Вот, например, я уже несколько раз отвечал на эту тему, то есть меня все время журналисты спрашивают, мое отношение точно так же. Знаете, я когда жил, учился там с детства, у меня родители, у меня были прекрасные родители, царствия небесные, они дали нам, братьям, прекрасное воспитание. Они с детства нас учили прописным истинам, например, что посеешь, что пожнешь. Как огнется, так и откликнется. Какой привет, такой в ответ. Или не рой яму другому, сам в нее попадешь. И так далее, и тому подобное. Ну и в конечном итоге самое такое, вот на Востоке у нас говорят, насилие порождает насилие. А когда уже в школу я пошел, мы все проходили там законы Ньютона. И третий закон Ньютона, это что такое? Действие равно противодействие. Поэтому, когда сегодня смотришь на промокандистскую машину той же России, посмотрите, они сегодня уже ввели, да, и в школьную, это раньше, да, я помню, в советское время в гостиницах в 6 утра гимн Советского Союза играл. Этот же гимн остался у них, да, слова поменяли, там у них благо в семье Михалковых, там дедушки по наследству так проходят, они только меняют Сталина на Ленина, потом Ленина на еще убирают вообще, потом партию убирают, потом царя вспоминают и так далее. То есть стихи можно менять сколько хочешь, да, сам этот Михалков три раза их менял, отец Михалков Сергей, гимн остался Александровский, да, от советских времен. Вот у них такая солянка, да, и они с этого гимна начинают, например, да не в школах, заметьте, да, вместо того, чтобы они бы начинали бы вот с этих пословиц, которые я вам сейчас озвучил, если бы они знали бы, например, да, и детям это вот вдал бы его с утра до вечера, может быть, тогда бы скорее пришло бы к ним понимание того, что произошло 24 февраля прошлого года, и почему вот это, так сказать, карма, да, возвращается на их территорию, кто-то кошмарит. Или они думали, что вот так это можно бомбить, убивать, насиловать десятками тысяч, десятками тысяч мирных граждан, уничтожать инфраструктуру, и ничего вам за это не будет? За это однозначно будет я верующий человек на том свете, да, это однозначно. Но и в этом реальном свете получится это наказание, и поэтому мое отношение именно такое. А кто кошмарит это? Как это происходит? Знаете, меня это не волнует, потому что я доверяю вашему офицеру, официальному руководству, вы говорите, что вы к этому не имеете никакого отношения. А раз вы не имеете, откуда я могу знать, кто это делает? Понимаете? Поэтому я доверяю вашему руководству. Я бы, знаете, добавила, господин Юнус, современную поговорку, не знаю, не уверена, что она станет настолько же легендарной, но у нас она звучит как «не бомби и не бомбим будешь», то есть вот как раз вот о бумеранге, который прилетает назад в Москву, но тем не менее. Совсем недавно он у нас побывал в гостях, я уже упоминала, и сенатора США, и вообще мы были очень удивлены кардинальным заявлением. Значит, у нас появился такой невероятный пиар нашего наступления, которое когда-нибудь в перспективе произойдет. Значит, что говорит американский сенатор, что это будет что-то фантастическое, невероятное и так далее. Я, господин Юнус, предполагаю, что мы не могли показать какие-то планы, назвать дату, несмотря на то, что Америка является нашим ближайшим партнером, и ясно, что идет обмен информацией по разведке, и не только, но тем не менее. Что стоит за вот этой позицией республиканства, что стоит за этим натиском, который, ну, прям удивляет, то есть вот когда ты слышишь такие комплименты, это часть тоже информационного сопротивления, нужно перегреть вот там то, что происходит за поребриком, или, возможно, это месседж, который нужно было привезти в Америку, чтобы не было сомневающихся, чтобы не было критикующих, чтобы не было тех, кто предлагает экономить бюджет Америки и сокращать какое-то финансирование Украине. Вы знаете, ежели в самом начале этой войны немножко можно было видеть разнобой, ну, с информационной точки зрения и с точки зрения реалий тех, что происходит, я уже не говорю о заявлениях, которые делали те или иные политические деятели, которые объединились, так сказать, и в Рамштайне, и в Семерке, вот, на разных уровнях, и сегодня видно, что и в информационной политике идет такая синхронная работа Украины и Соединенных Штатов Америки в первую очередь, и касательно всех моментов, включая вот эту тему, которую мы обсуждали в первом вопросе, да, касательно вот этих налетов на российскую столицу, заметьте, почти синхронно и США, и Украина говорят одно и то же, и до этого они также говорили, да, на похожие какие-то моменты, связанные с тем же, с Белгородом, вот с этими диверсантами, которые там появились и так далее, и тому подобное, поэтому мы должны понимать, что вот эта синхронность говорит о многом, то есть сегодня и Соединенные Штаты Америки, и ваши союзники, ну, в первую очередь, это, конечно, американцы, и украинское военно-политическое руководство по всем направлениям, я имею в виду закрытая информация, поставки оружия и все того, что никто не знает, но и то, что бросается в публичную сферу, и тут уже можно добавить, и, конечно, заявления дипломатов, и вот всякие форумы, которые проходят, и вот сейчас вот то, что форум проходит касательно Глоб Секьюрити, на котором выступали лидеры Евросоюза, и включая вот Урсула фон дер Ляйен, которая там сделала такое мощное заявление очередное, она вообще мне нравится с первого дня войны, она молодец, я бы очень хотел, чтобы она стала генеральным секретарем НАТО. После этой должности пошла бы туда, это было бы намного больше пользы и коллективному Западу, и вообще Североатлантическому блоку, и вообще тем вызовом, перед которым сегодня стоит человечество и коллективный Запад в том числе. И когда мы это все видим, то есть я вижу эту синхронность, поэтому когда какой-то сенатор делает такое заявление, это не обязательно, что он приехал в Киев, и он сделал такое заявление. Однозначно, конечно, все те, кто приезжают в Киев, это проявляет позицию. Конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы не играют никакой роли. Все те, кто приезжают в Киев, они понимают о том, что это позиция. И не только американцы. И я имею в виду, и все те, кто представляет коллективный Запад. И есть те, которые это делали с первого дня, а есть те, которые это делают сейчас уже, когда уже стало понятно, что куда маятник двинулся. Поэтому, когда вы хотите понять какие-то заявления тех или иных политиков, которые приехали к вам, или которые собираются к вам ехать, или они поддерживают вас, никакого разнобоя больше вы видеть не будете. Может быть, разнобой вы будете слышать в средствах массовой информации из неназванных, высокопоставленных источников. Нью-Йорк Таймс, там, Вашингтонпост и всякие глупости, да, которые вы регулярно меня терроризируете. Иногда, слава богу, в последнее время вы это делаете намного меньше. И к вам также, я вижу, приходит понимание, потому что вы уже сколько раз сами проходили через это, видели, как это вбросы не работают, но зато вы попадались на эту удочку. Вы день-два на эту тему разговаривали, разносили, да, это по всему миру. Сегодня, когда на это вы не реагируете. И вот, вот вы меня спросили, я говорю, здесь, в Америке, на эту тему никто на серьезном, экспертном уровне не реагировал. Да, может быть, на несерьезном уровне, с моей точки зрения, это несерьезный уровень. Да, допустим, кто-то и прореагировал. Зачем я буду это дальше комментировать? Потому что для меня серьезный уровень, это, в первую очередь, официальные лица, официальные лица. А из официальных лиц я видел, это был Кирби и пресс-секретарь Белого дома. И то, как это произошло. У них в планах этого не было. Да, журналист это задал вопрос. Журналист не задал, они эту тему вообще не обсуждали, потому что у нее в листе было написано много чего другого, что она с ее точки зрения должна была сообщить, да, прессе. А когда ей это спросили, стандартная фраза, как и в прошлый раз по Белгороду. То есть мы не поощряем, не одобряем, но изучаем. Вот и все. Следующий раз, вот когда такое что-то будет, я вот вам сейчас говорю, будет точно такая же реакция. Делайте вывод, это о чем-то говорит, значит, это уже целенаправленная, конкретная информационная политика. Да, ты знаешь, господин, у нас очень интересно. Я слушала какого-то военного эксперта, который нас, конечно, поддерживает, притом не украинского, мне кажется, даже израильского. И вот он рассказывал, что на самом деле американцы очень любят рисковых, драйвовых, решительных. И это он как раз говорил, что и спецоперация в Белгородской области, и дроны. Скорее всего, это вот как раз изразит того, что где-то в кабинетах американцы обязательно скажут, вау, класс, а потом выйдут и как идеальные дипломаты, как должно быть, как они их ожидают в мире, скажут, мы не опощряем, мы не одобряем, а в среду скажут, вот вам еще новый пакет финансовой поддержки на 300 миллионов, но только же вы не стреляйте больше по России. Поэтому в этом плане, конечно, нам очень нравится американская поддержка, где бы мы были без американцев. И на этой неделе действительно у меня нет ни одного для вас плохого заголовка, наоборот, каждая новость, она в динамике, все лучше и лучше. Вы упомянули уже действительно важный такой форум, который международный, который проходит по безопасности. Что важно, что у нас сейчас есть? Некая позиция Мунеля Макрона, которого и мы с вами, и мир, и другие эксперты за время полномасштабного вторжения критиковали достаточно. Там были разные у него периоды. Более того, где-то в 2019 году Макрон сказал о том, что НАТО переживает, ну там, чуть ли никому, да, и вот-вот будет закат военного альянса. А уже сейчас известно о том, что Макрон, значит, призывает Европу к стратегическому пробуждению и говорит о том, что больше будет говорить о поддержке Украины и что же делать, да, с войной России в Украине. Очень не похоже на Макрона, но ясно, что он тоже, как любит говорить Ромисс Юнус, держит нос по ветру. И уже сейчас точно понимает, что лучше быть в команде победителей. Тем не менее, господин Юнус, а что вот это стратегическое пробуждение, что это выступление, что эти взгляды Макрона нам дают, как предметно на практике их использовать, да, и передает ли он какое-то в целом настроение Европы? Ну, во-первых, реплика по поводу 300-миллионной поддержки и помощи, которую американцы выделили. Я вчера смотрел, значит, в Белом доме, когда журналисты окружили президента Соединенных Штатов Америки, и мой близкий друг, мой близкий друг, журналист, азербайджанец, единственный азербайджанец в пуле Белого дома, он задал ему прямо в лоб вопрос и по поводу вот этого атакамс. И ответ Байдена мне очень понравился. Вы все еще в игре. Поэтому я не знаю, что там в этих 300 миллионах, но ответ мне его очень понравился. А то, что опубликовано там процентов 10, это как раз-таки все говорит о том, что это связано с этим наступлением, а что там 90 процентов, я понятия не имею. Ну, во всяком случае, настроение Байдена и его ответ на такой конкретный вопрос, а этот конкретный вопрос просто так не задают, наверняка кто-то просит журналистов, чтобы они озвучили такие вопросы. Ну, и вот это реплика по поводу 300 миллионов. Теперь, что касается Макрона. Поменьше внимания обращайте на Макрона, который хочет стать Деголем, он же продолжает эту линию, да, то есть Деголем для него кумир, но можно выбрать себе кумиром кого хочешь, но кто-то берет Маргарет Тэтчер, кто-то берет Черчилля, понимаете, но надо соответствовать, да, вот, и это не такая позиция, что вот ты сегодня встал и решил стать Деголем, ты, вся твоя биография должна соответствовать этому, но биография Макрона и рядом не стоит с этой тематикой, и плюс я вспоминаю, когда по итогам Второй мировой войны, когда в зал, где подписывали акты о капитуляции, Кейтель, фельдмаршал, тогда повернулся и увидел, когда там рядом с Монгомери, Эйзенхауэром и Жуковым Деголя, то есть французов, и он сказал, а что мы французам тоже проиграли, то есть поэтому здесь в этой войне, в этой войне, которую сегодня Россия развязала против Украины, есть конкретные союзники, да, первого порядка, и это все понимают, что это Соединенные Штаты, Америки и Великобритания, и есть весь коллективный Запад, а в этом коллективном Западе, как вы хорошо правильно усвоили уроки, все держат нос по ветру, ну и вот Макрон, в зависимости от того, как эти ветры дули на протяжении вот этой войны с 24 февраля, посмотрите, сколько раз, у него нос наверняка проветривался 10 раз в разные стороны, по 180 градусов в круге делал, и то, что он сейчас делает такие заявления, ну, принимайте к сведению, и все, ну, вы знаете, что намного сильнее лидером в Европе сегодня является та же самая Урсула Фондерлей, которая такие заявления делала с первого дня этой войны, показывала свою позицию, своими визитами регулярными к вам туда, и вот каждый раз это усиливало, ее выступление, вот я ее слышал в прямом эфире, оно мне очень понравилось, лишний раз подсказывает о том, что она жестко же пресекла все разговоры о том, что о каком-то перемирии, прекращении огня, мы это видели в 2014 году, к чему это привело, поэтому никаких разговоров и спекуляций на эту тему не может быть, в Европе не может быть однозначно, она тут провела параллель с вопросами безопасности, с предстоящим саммитом НАТО, и вот как раз-таки в преддверии этого сейчас встретились и министры иностранных дел, вот они сейчас в Норвегии собрались, и там я слышал эти заявления, включая министра иностранных дел Норвегии, вот, сегодня они буквально все на эту тему говорили, я думаю, еще завтра это будет заседание там продолжаться, вот, и я так думаю, все то, что вы сейчас меня спрашиваете, вот, о поводу этих лидеров Европы и по поводу того, как вот, там, по-разному это все выглядело, там, как вот, мозг, НАТО умерло, все, я думаю, уже они уже, у них назад дороги нет, они сегодня, во-первых, их собрали, они уже понимают, что именно в таком состоянии, в котором они оказались, они могли бы и не оказаться, на самом деле, потому что все то, что происходило, вот, как бы это парадоксально не выглядело, это 24 февраля, вот, российская авантюра, вот, буквально Кремль, не то, что выстрелил себе в ногу, выстрелил везде, где можно было, то есть, еще последнего контроля выстрела не сделал, потому что они еще держатся на ногах, ну, потому что все, что нельзя было делать, все, что было плохо для той же России, они сделали, НАТО расширилось, Украина выстояла, Украина на всех парах рвется и в НАТО, и в Евросоюз, коллективный Запад собрался, разброда и шатаний там нету, Соединенные Штаты снова пришли в Европу, и это все, это все, вот в результате вот этой авантюры и, конечно, в первую очередь того, что вы выдержали, вы выстояли, и теперь это идет по нарастающей, и вы видите, каждый раз эти заявления такие же усиливаются, до G7 так было, после G7, сейчас вот видите, это идет дальше по нарастающей, я думаю, вот сейчас еще говорят, что Украина затевает мероприятие большое для Юга, как они называют, со своим мирным планом, ну, для того, чтобы к тем 140 странам, которые в Организации Объединенных Наций проголосовали в поддержку Украины, добавить еще другие страны, которые воздерживаются, там их порядка 30-40 стран, и я так думаю, ну, вот это давление по всем направлениям, информационное, дипломатическое, санкционное, международное правовое, ну, и вкупе с военно-техническими поставками, рано или поздно, даст конкретно свой результат, я уже не говорю о том, что неизвестные отправляют беспилотники, и которые кошмарят территорию России, то есть если это все тоже из звенья этой цепи, а это однозначно звенья одной цепи, вот, и они преследуют тоже конкретную цель, это все прекрасно понимают, что это здесь больше именно психологическая, психологическая такая атака, иногда в войне, психологическая атака намного бывает иногда сильнее с моральной точки зрения, и может изнутри так дестабилизировать ситуацию, создать такой морально климат в этой стране, да, что эта страна же держится именно на идеологической составляющей очень сильно, и поэтому удары, удары, вот эти в первую очередь приходят по этому, и мы видим, как это в информационном поле очень сильно влияет внутри России, так что вот я бы так ответил бы на ваши вопросы. Еще одно важное событие, господин Юнус, которое мы не можем не коснуться, это событие, которое произошло тоже на неделе, президент США Джо Байден представил преемника генерала Миле, большого друга Украины, в должности главы комитета начальников штабов вооруженных сил США, вы не дадите соврать, как только это произошло, я сразу вам написала, говорю, что это для нас означает, вы говорите, все расскажу в среду, значит, им должен стать бывший пилот, командующий ВВС Соединенных Штатов Чарльз Браун, вы нас учили, что нужно читать биографию, биография прекрасная, человек с большим боевым опытом, при том, как говорят эксперты, у него даже не то, что там огромный час налета, а у него прям боевого налета, что космос-космос, и в Украине, конечно же, решили, ну, Чарльз Браун, это точно под украинскую авиацию, в 16 и все остальное, но более широко мыслящий глобальный эксперт, они говорят, что да нет, скорее всего, как раз вот этот человек с такой биографией, это заготовка на будущие войны с Китаем, потому что они, скорее всего, как раз будут в плане авиации, они будут в небе, это, конечно, война не будет, не дай бог, чтобы она произошла, но американцы, видимо, просчитывают все сценарии, она не будет похожа на то, что переживает сейчас Украина, поэтому вот именно такого человека подобрали, но это то, что господин Юнус сейчас звучит, да, от разных экспертов, я, конечно же, иду за оценкой к вам, что все это означает, и как вы воспринимаете эту ротацию? Ну, во-первых, вы правильно сказали, официально это ротация, каждые 4 года, поэтому генерал Милли отсидел на этой должности 4 года, и теперь на 4 года президент Соединенных Штатов Америки назначил военного летчика, командующего ВВС Соединенных Штатов Америки, афроамериканец, афроамериканец, и тут 2 афроамериканца во главе вооруженных сил США, это очень такое... Да, Остин и Браун. Это очень... И 2 генерала, Остин также генерал, военный генерал, просто Остин перешел на гражданку, потому что по американским законам гражданское лицо должно возглавлять Пентагон. Вот. Оба боевые генералы, и если вы хотите кратко, ну, раз уж вы биографию его прочитали внимательно, а для афроамериканца пройти вот весь этот послужной список, таких было очень мало. Таких... Вот на этой должности афроамериканцем до него был только Колин Пауэлл, который потом стал госсекретарем, если вы помните. Это второй афроамериканец, который занял эту должность. Вот. Это... Ну, я имею в виду, когда мы видим афроамериканцев на ключевых посетах в Соединенных Штатах Америки, то есть Барак Обама, Гандализа Райс, Колин Пауэлл, и вот все они, вот эти руководители Пентагона нынешние, это о многом говорит. Это говорит о том, что они же не сегодня начали свою службу, они начали свою службу еще тогда, когда, ну, в Америке это было намного сложнее. В Америке это 50 лет назад, только как Барак Обама на инаугурации своей со слезами на глазах. Я был на этой инаугурации, я видел, как он, сказав это, прослезился, говорит, 50 лет назад здесь вот в этот ресторан, рядом здесь находящий, моего отца не пустили. Была сегрегация, а теперь его сын вот здесь стоит президентом этой страны. И так это звучит для этой страны, это очень важно. А тут представьте себе, сейчас на таких ключевых должностях находятся такие бравые генералы. Вот. И для простоты украинцы уже наверняка знают моего земляка Агиле Рустамзаде, военного летчика. Вот представьте себе, в Америке начальником Объединенного комитета штабов назначили американского Агиле Рустамзаде, военного летчика на эту должность. А тут F-16, а тут очень много значений придается небу, вот, и всему тому, что с профессиональной точки зрения входят его непосредственные обязанности, и особенно в боевых условиях. Это касается и этой темы, касательно российской, украинской войны, это касается, конечно, и перспектив на противостояние в других регионах мира, включая и Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот. И все отмечают, что этот человек стратег, помимо того, что он военный летчик, он стратег. На этой должности должен быть человек с аналитическим складом стратег, поэтому я провел параллель с Агилем Руссамзаде, он боевой летчик, и Агиль, вы же видите, с каким у него аналитический склад ума, потому что не каждый боевой летчик там или боевой там офицер, там представитель разных других, других родов войск может быть экспертом, военным экспертом, аналитиком, стратегом. Для этого нужны определенные наверняка природные данные, базовые познания обязательно, образование. А я так понимаю, у нынешнего генерала и начальника Объединенного комитета штабов это все есть, и выбор его далеко не случайный, и я думаю, он получит поддержку двупартийную, и от этого Украина только выиграет. А генералу Миле мы можем сказать только большое спасибо за службу Америки. Господин Юнус, знаете, какой еще вопрос появляется? Очень много заявлений сейчас, их делают время от времени и в Европе, и американские все-таки Белые дома, они все время говорят не допустить Третью мировую, не допустить прямого столкновения НАТО с Российской Федерацией. Судя по всему, вот такой план он всегда рассматривается, есть там хорошие, плохие, ко всему должен быть готов. Как вы считаете, насколько вероятно, что действительно в какой-то перспективе, ведь Россия так или иначе всегда провоцирует своих соседей, в принципе, Альянс НАТО, насколько вероятно вот такое противостояние, что, не дай бог, но могла бы случиться такая вспышка и началась бы война между НАТО, ну, соответственно, и Америкой, конечно, и Россией. Если такая вероятность в самом начале войны была какая-то, существовала, я имею в виду, потому что в растерянности были на Западе многие, да, вот, они не знали, как будут развиваться события, они в вас не были уверены, вот, и они в друг друге не были уверены, то есть, и та политическая система, которая существовала на Западе, включая Североатлантический блок, вот, и его оперативное реагирование, плюс доктрина неправильная, то есть, оборонная доктрина и все остальное, ну, оно, конечно, оставляло много вопросов, на которые не было ответов. То есть, сегодня, конечно, ответы есть, и вы видите, как эта система работает, включая тему ядерного оружия, потому что основанием для Третьей мировой войны это может быть использование ядерного оружия, вот, и от использования ядерного оружия вы уже видели реакцию не только США и их союзников, но и тех, которые вроде бы и поддерживали все время тоже Россию, в первую очередь, Китай и Индия. Если в этом вопросе полный консенсус и полное понимание, а у России нет ни одного союзника на планете, то Россия понимает, что это чревато для той же России, лично для президента России и для всей этой команды, а войну они таким образом не выиграют, но за то, что ждет не только Кремль, но и всю Россию, это трудно будет просчитать, я подчеркиваю, Кремль и всю Россию, а не весь остальной мир, потому что реакция будет здесь просто, многие даже представить себе это не могут, какая может быть реакция со стороны коллективного Запада, и здесь тема не только ядерная, совершенно другая, поэтому это все популярно объяснили, и поэтому в последнее время довольно так спокойно на Западе и реагируют на многие воинственные заявления, которые иногда просачиваются, но заметьте, они уже не просачиваются на очень высоком уровне, даже вот это спектакль с ядерным оружием на территории Беларуси, точно так же не вызвал здесь никакого ажиотажа, то есть реакция была на него такая же, вот как на эти беспилотники, которые кто-то послал в Москву, поэтому здесь прекрасно отдают себя отчет на все варианты развития ситуации, то есть уже просчитаны все варианты, вы не думайте, что здесь просто сидят и вот так думают, вариант А, и все, они считают худший вариант, форс-мажорный вариант, и обычные варианты, на все варианты у них есть, ну, рычаги влияния, как они будут действовать, если в самом начале войны это не видно было, не ощущалось, то я вот сегодня это ощущаю, и здесь это обсуждали на семерке, если бы это все не произошло бы, вы вот такой планомерной системной работы, уверенной, вы не видели бы, ну, вот просто простой вопрос, аналитика, как она должна работать, вот вы смотрите, это работает, так уверенно идет по всему миру, по всем направлениям, это одна территория, да, коллективный запад, командует семерка, если они все это делают осознанно, и деньги вливаются, это все тратится, все так, на перспективу программы пишется, изучают все, и не только сегодняшним днем, они уже решили вопрос и о переоснащении Украины из советского вооружения на вооружения НАТО, и думают о саммите в Вильнюсе, после этого, как все будет, вот эти все мои репарации, и там, и международный уголовный суд, все то, что они вот сегодня рассчитывают, думают, планируют, неужели вы думаете, они не понимают о том, что где-то что-то, кто-то не хотел бы с этим соглашаться, они понимают об этом, а что они могут сделать, и они понимают, что вот они могут сделать это, они могут сделать это, 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 и вот на это у нас будет этот ответ на это у нас будет, этот ответ на это будет, это все, что они будут делать, они сообщили уже и туда, они сообщили и в Пекин, они сообщили везде, где надо, и все эти люди знают об этом, и что может быть от этого, и я не думаю, что это очень понравится тем, кто там в Кремле, и тем, кто сегодня иногда лоббирует интересы этого Кремля из той же группы БРИКС, из того же ШОС, или еще из какого-нибудь другого центра, который лоббирует российские народы, все давно просчитано, и поэтому я вижу здесь довольно уверенную позицию, нету разброда и шатаний, вот того разброда и шатаний, который был в начале войны, сегодня не наблюдается.